И мы продолжаем выпуск. В городе Кедровом в этом году построили новую детскую площадку, обустроили центральную площадь Телепудина, заканчивают строительство церкви. Социальные объекты благоустраивают ежегодно благодаря благотворительной помощи компании «Газпром Трансгастомск». Такую поддержку газовики оказывают во всех небольших городах в зоне своей производственной деятельности. Цель – сделать жизнь лучше даже в малонаселенных уголках России. Репортаж Розы Рапетян. Звонок с урока. И за считанные минуты ученики школы города Кедровой заполняют столовую. Сегодня на завтрак каша, пирожки и горячий какао. Пока в обеденной зоне дети с аппетитом едят, на кухне в прямом смысле кипит работа. Современное оборудование пищеблока позволяет поварам за короткое время готовить разнообразные блюда. Очень хорошие жарочные шкафы. Мы ими довольны. Они нас даже, можно сказать, спасают. В них удобно, вкусно, все получается. О пище для ума здесь тоже позаботились. Образовательный процесс в школах одного из отдаленных районов нашего региона ничем не отличается от томских стандартов. Недавно для урока технологии закупили швейные машинки, а в школе села Пудина обновили спортинвентарь. Директора обоих учреждений вторят. Все это было бы невозможно без субсидий из областного бюджета и поддержки компании «Газпром Трансгаз Томск». В этом году у нас выделены деньги. Мы приобрели наборы робототехники. Теперь наши дети могут в этом направлении развиваться. Это для нас очень значимая покупка. Была два набора для детей младшего возраста и два набора для детей среднего. ООО «Газпром Трансгаз Томск» – социально ориентированная компания, которая оказывает всестороннюю помощь регионам, в которых реализуют свои проекты, в том числе в ходе создания крупнейшей системы транспортировки газа на востоке России «Сила Сибири». Это один из ключевых объектов восточной газовой программы, базовый принцип которой – первоочередное газоснабжение российских потребителей. Кроме основной деятельности транспортировки газа, сотрудники компании также занимаются благотворительностью и реализацией социально значимых проектов. Эту поддержку получают учреждения культуры, учреждения образования, ветераны, инвалиды. Со временем, конечно, эта помощь увеличилась на протяжении более чем 10 лет, составила более 12 миллионов рублей. Для нас это, конечно, существенная помощь, потому что из бюджета таких средств вряд ли смогли бы выделить. В Кедровом живут чуть больше трех тысяч людей, и каждый из них радуется, что город с годами становится только лучше. А в планах у местной администрации совместно со спонсорами облагородить зону семейного отдыха. Роза Ираптян, Андрей Никифоров, Вести Томск, город Кедровый.